Дорожное движение В студии работает Руслан Очиров В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске Статистика происшествий Что случилось на дорогах Республики за последнюю неделю Маршрут «Дом-Школа-Дом» Или как научить ребенка безопасно добираться до школы и обратно Нужен ли медосмотр водителям и когда его нужно проходить Что нужно знать о перевозке детей в 2024 году А в конце программы по традиции рубрика «Тест ПДД» Который сдаст Климент Семенович Винокуров Заместитель директора по воспитательной работе средней школы номер 3 города Якутска А в начале выпуска мы предлагаем вашему вниманию Обзор происшествий на дорогах нашего региона На автомобильных дорогах Республики с 19 по 25 августа Зарегистрировано 22 дорожных транспортных происшествия Где погиб один человек Пострадало 27 человек, в том числе 6 несовершеннолетних Так, 19 августа около 14 часов в селе Верхневелюськ На перекрестке улиц Ленина и Советская 12-летний мальчик, управляя электросамокатом с тремя пассажирами Двигаясь в попутном направлении, обгоняя автомашины Не заметил поворачивающие налево по ходу движения иномарку Toyota Premium Под управлением водителя 1970 года рождения В результате происшествия водитель средства индивидуальной мобильности Получил закрытую черепно-мозговую травму Также сотрясение головного мозга Ушибленную рану лба и мягких тканей лица Слева ушибленные ссадины обеих коленных суставов Мальчик был доставлен и госпитализирован в хирургическое отделение Центральной районной больницы Верхневелюського района Водитель Premium не пострадал Был пристегнут ремнем безопасности и был трезв Все, кто ехал на электросамокате, были без средств защиты и без шлемов Пассажир электросамоката, мальчики 2012-2013 года рождения Получили ушибы и ссадины Третий пассажир, мальчик 2011 года рождения, не пострадал Электросамокат принадлежит родственнику, одному из пассажиров В отношении всех родителей несовершеннолетних составлены административные протокола Предусмотренные частью 1 статьи 5.35 КОАП РФ За неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей По содержанию и воспитанию несовершеннолетних Водитель автомашины Toyota Premium по линии ГАИ В течение года к административной ответственности привлекался 4 раза По части 2 статьи 12.9 КОАП РФ За превышение установленной скорости движения транспортного средства 24 августа около 15 часов дня поступила информация о ДТП с пострадавшими Нарядом ДПС Алданского района, прибыв на место аварии Предварительно установлено, что водитель 89 года рождения Управляя автомобилем Honda Fit, двигаясь на 640-м километре федеральной автодороги А360 Со стороны города Нерингри в сторону Якутска При проезде нерегулируемого перекрестка не убедился в безопасности своего маневра Не уступил дорогу автомашине, пользующейся преимущественным правом проезда перекрестка В результате чего совершил столкновение с автомобилем Toyota Corolla Под управлением водителя 96 года рождения В результате происшествия пострадали водитель и два пассажира Мужчины 90 и 96 года рождения автомобиля Corolla Были доставлены машиной скорой медицинской помощи в приемное отделение Алданской центральной районной больницы Где после осмотра были госпитализированы в травматологическое отделение В ходе проверки было установлено, что к административной ответственности по линии ГАИ Оба водителя за текущий год не привлекались В момент ДТП были пристегнуты ремнями безопасности и были трезвые По факту ДТП проводится проверка 25 августа около 9 часов 30 минут в дежурную часть МВД России по Ленскому району Поступила информация о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим Предварительно прибыв на место аварии было установлено, что 25 августа в 9.22 Водитель 75-го года рождения, управляя автомобилем МАЗ МАН с прицепом, осуществляя движение на первом километре внутри промысловой автодороги Толоканского месторождения, при повороте не учел дорожные условия и скоростной режим, совершив съезд с дороги со своей полосы с последующим опрокидыванием автомобиля по ходу движения на левый бок В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда медицинской скорой помощи В ходе проверки установлено, что водитель имеет водительское удостоверение по категории Б, Б1, Ц, Ц1, ЦЕ, Ц1Е Ранее к административной ответственности по линии ГАИ не привлекался В момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности, в салоне автомобиля находился один ДТП произошло на прямом участке дороги с асфальтобетонным покрытием с поворотом налево Погода была без осадков, ясная, все причины и обстоятельства происшествия выяснит следствие Как научить ребенка безопасно добираться до школы и выбрать оптимальный маршрут Учитывая, что помимо учебы дети ходят в гости к друзьям, родственникам и в магазин Постоянно сопровождать ребенка не всегда получается И лучший вариант, на мой взгляд, это подготовить ребенка к сложным ситуациям заранее Далее мы расскажем, что происходит чаще всего на дороге и на что обращать внимание Безопасный маршрут движения школьника «Дом-школа-дом» Это документ, в котором сочетается схема и описание рекомендуемого пути движения школьника из дома в школу и обратно Маршрут разрабатывается учеником с помощью его родителей Каждый разрабатываемый маршрут обсуждается в классе, где ученик, для которого составлен маршрут, должен уметь объяснить его Мария с первого класса проводит с дочкой профилактические беседы по безопасному движению на дорогах и во дворе В этом году Аня идет в третий класс Несмотря на то, что школа находится недалеко от дома, путь девочка держит максимально безопасный Дочка с первого класса знает про правильный и безопасный маршрут, что между домами она не ходит через подворотни Мы обходим дом, идем рядом с главной дорогой, идем там, где все дети проходят По дороге встречаем ее одноклассников, одноклассниц С этого года она будет ходить сама Мы уже много, два года вместе ходим, она знает какой правильный маршрут Мы не только дома об этом разговариваем, еще в школе учительница делает такие мероприятия, как На уроках рассказывает по пять минут о правилах безопасного движения на дорогах и как правильно дойти до дома Каждый ученик распечатывает дома свою схему, там с два гейса или сами чертят маршрут до школы От дома до школы рисуют именно правильный, безопасный и красными линиями, покуда ребенку нельзя идти одному никогда Разработать маршрут совсем не сложно Родители вместе с детьми проходят путь от дома до школы и обратно И намечают наиболее безопасный вариант и отмечают более опасные варианты Например, это могут быть большие перекрестки и нерегулируемые пешеходные переходы Вот на этой схеме наглядно показан дом школьника и тут находится школа Вот розовым маркером обозначено движение школьника Вот, например, тут дорожные знаки, пешеходные переходы и даже перекрестки Ребенок с родителем может обозначить все, что угодно на этой схеме Например, вот внизу тут могут написать фамилия, имя, отчество школьника А также его телефон сотовый, а также фамилия, имя, отчество родителей и их тоже контактные номера Тут могут нарисовать, например, светофоры, деревья, которые могут мешать обзору ребенка На что обратить внимание при объяснении маршрута? Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места, требующие повышенного внимания Обязательно обозначить, по какому маршруту идти нельзя Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и описание к ней Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить взрослому, как правильно поступать в том или ином случае Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки поведения Начало нового учебного года – это традиционно горячая пора не только для педагогов, но и для всех родителей Особенно для родителей первоклассников О том, что нового появилось в правилах дорожного движения для безопасности школьников на дорогах Якутска и Якутии в целом Как составить безопасный маршрут для ребенка, а также о правилах перевозки детей Нам расскажет Жанна Макарова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела госавтоинспекции города Якутска, младший лейтенант полиции Здравствуйте Пожалуйста, скажите, давайте сегодня мы поговорим о начале учебного года Начнем с того, что нового появилось в этом году для обеспечения безопасности школьников на дорогах Якутска и вообще республики в целом Ежегодно в рамках подготовки к новому началу учебного года сотрудники госавтоинспекции проводят проверку уличной дорожной сети Близи общеобразовательных учреждений В этом году на пешеходных переходах установлены повторители сигнала светофора, чтобы привлечь внимание водителей Также установлены проекционные пешеходные переходы в Якутске, Нейренгре, Ленске и Пеледуе Помимо этого, следует иметь в виду, что у нас проводятся ремонтные работы вблизи школ Поэтому водителям и пешеходам стоит обратить на это внимание и быть внимательными Скажите, какие мероприятия планируется проводить вашим ведомством в образовательных учреждениях? К началу нового учебного года практически задействованы все сотрудники госавтоинспекции Например, сотрудниками дорожного надзора Проводятся обследования уличной дорожной сети, как я ранее говорила Вблизи школ, то есть имеются ли пешеходные ограждения, дорожные знаки, работают ли в установленном порядке светофорные объекты Также проводятся профилактические беседы с руководителями общеобразовательных учреждений, собрания Проверяются в общеобразовательных школах уголки безопасности по правилам дорожного движения Паспорта дорожной безопасности, а также составляются совместные графики проведения мероприятий По профилактике детского дорожно-транспортного травматизма И составляются графики посещения сотрудниками госавтоинспекции в общеобразовательные учреждения на весь учебный год А вот что необходимо помнить родителям, которые отправляют детей в школу без сопровождения взрослых? Прежде чем отправить ребенка без сопровождения взрослых, родителям необходимо напомнить детям Самые основные пункты правил дорожного движения Например, перед тем, как отправлять ребенка без сопровождения взрослых Необходимо напомнить ребенку самые основные пункты дорожных правил Например, где можно переходить, где нельзя переходить, где можно ожидать опасность Например, вот самые основные пункты дорожных правил родителям необходимо напомнить детям А также перед тем, как отправлять, необходимо составить маршрут Дом, школа, дом Ну вот, кстати, я слышал про то, что существует несколько безопасных маршрутов Вообще, где можно узнать тот самый маршрут, о котором вы упомянули? Дом, школа, дом Ага, вот перед тем, например, это нужно начальным классам Например, первоклассникам, да Родителям перед тем, как отправить, нужно составить маршрут Самый безопасный и легкий То есть там, где нет опасности Например, опасности могут ожидать нас на больших прикрестках Там, где нет светофорных объектов Поэтому родителям сначала надо составить маршрут И пройти вместе этот маршрут с ребенком То есть потом составить этот маршрут у себя на листе Обычный лист может быть А вот такие маршруты в школах есть Потому что мы отправляем примерные эти схемы всем классам руководителям Так, в этой схеме нужно оказать, например, дом Потом расстояние от дома до школы И можно тут нарисовать самим Желательно нарисовать ярко и красочно, чтобы ребенку было интересно В виде карты, да? Ага, в виде карты получается А вот эти карты они могут взять из интернета, например, да Есть же такие онлайн-карты Могут вот это сфотографировать, либо скопировать Потом вот самим уже указать свой путь А, например, там нужно нарисовать дорожные знаки, светофоры Ну, чтобы ребенок знал, где можно безопасно идти в школу и обратно Ну, одно это когда родители отправляют детей в школу пешком Но есть также большое количество родителей, которые возят детей на автомобиле Я предлагаю сейчас напомнить еще раз правила перевозки детей А согласно пункту 22.9 правил дорожного движения Дети до 12, до 11 лет включительно должны находиться в салоне автомашины С закрепленными ремнями безопасности С 7 лет, до 7 лет дети должны находиться исключительно в детских автокреслах А вот с 7 до 11 лет включительно могут находиться в детских автокреслах или ремнях безопасности А вот на передних сидениях до 11 лет включительно они должны сидеть исключительно в детских автокреслах А также вот есть одно но Если ребенок больше, да, уже детского автокресла становится Если рост ребенка меньше 150 см, то на заднем сидении, например, ремень будет проходить по шее. И вот в таких случаях использовать можно бустеры, которые делают ребенка выше, и ремень тогда будет проходить нормально. Хорошо. Ну а я напомню, дорогие друзья, что у нас в гостях была Жанна Макарова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции города Якутска, младший лейтенант полиции. Спасибо большое. А мы продолжаем. И напомним нашим телезрителям, что несовершеннолетние пассажиры могут ехать только в салоне легкового, либо в кабине грузового автомобиля. Перевозка детей в кузове грузового автомобиля в прицепе запрещена. Также запрещена перевозка детей на заднем сидении мотоцикла. Нельзя перевозить детей на руках. С начала этого года на дорогах республики зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий, в которых 28 детей пассажиров до 16 лет получили различные травмы. Перевозка детей должна осуществляться при условиях обеспечения их безопасности, то есть в детских удерживающих устройствах. По части 3 ст. 12.23 Административного кодекса РФ за нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 3 тысяч рублей, на должностных лиц 25 тысяч рублей, на юридических 100 тысяч рублей. Уважаемые водители, если вы перевозите ребенка в вашем автомобиле, обеспечьте ему максимальную безопасность. Используйте детские удерживающие устройства или ремни безопасности. Они созданы, чтобы спасти жизни детей. Если за нарушением будет пойман таксист, то ему может грозить уголовная ответственность по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителя». Напоминаем, что сотрудники госавтоинспекции с 15 августа по 15 сентября проводят второй этап республиканского профилактического мероприятия «Внимание, дети!», в рамках которого проводят проверку соблюдения правил перевозки детей пассажиров водителями. Предрейсовые медицинские осмотры обязаны проводить все транспортные организации. Он показывает, есть ли у водителя проблемы со здоровьем, употреблял ли он алкоголь или наркотические вещества. Это помогает предотвратить серьезные аварии на дорогах. Все данные нужно фиксировать в путевом листе. А как это правильно сделать и на что обращать внимание в нашем следующем сюжете. Медицинская справка в ГИБДД в 2024 году нужна не только для получения водительских прав. Справка, выдаваемая в ГАИ, также обязательно потребуется для замены водительского удостоверения. Каждый водитель сам вправе выбирать, где ему делать справку. Пройти врачей можно в любой медицинской организации, в государственной и в частной клинике. Для справки на права необходимо пройти ряд специалистов – терапевта, офтальмолога, психиатра и нарколога. Водительскую медсправку не выдадут, если комиссию проходит кандидат с одним из отклонений по зрению. Клоукома, прогрессирующая ухудшение зрения, диплопия, заболевание слезного мешка. Без медсправки на права также останется водитель, страдающий дальтонизмом, эпилепсией, психическими отклонениями, тяжелыми формами нарушения слуха и прочими болезнями. Водительское удостоверение можно получить без медкомиссии, если есть остаток срока. То есть в связи с утратой можно на остаток срока получить и под смену фамилии. Изменения у нас просрочены в водительское удостоверение 22-23 года, 24-го также включительно. Они продлины на 3 года с постановления правительства 626. И как бы медкомиссию не обязательно проходить по истечению срока вот этого действующего 3 года, можно уже обменивать водительское удостоверение на новое. В пакете документов она включает паспорт, удостоверяющую личность, медицинское заключение, полис СНИЛС и водительское удостоверение. Также оплата государственной поршины в размере 2000. Можно подойти по порталу госуслуги, либо в порядке живой очереди. Медицинская справка – обязательный документ для тех, кто обучается на права. Без него госавтоинспекция не выдаст водительское удостоверение. А задуматься о получении медсправки стоит заранее, еще на этапе изучения теории. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов. А ответит на них Климент Семенович Винокуров, заместитель директора по воспитательной работе средней школы номер 3 города Якутска. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите, у нас такой традиционный вопрос, какой у вас водительский стаж? Большой, так скажем. Примерно сколько? Десять. Лет десять. Лет десять. Прямо и направо. Прямо и направо. Вариант номер два. Следующий вопрос. Может ли владелец мотоцикла с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт, передавать управление этим транспортным средством в своем присутствии другому лицу, имея страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности на бумажном носителе или в виде электронного документа, либо его копии на бумажном носителе. Варианты ответов. Может при наличии у этого лица водительского удостоверения на право управления транспортным средством категории А или под категорией А1. Второй вариант может при наличии у этого лица водительского удостоверения на право управления транспортным средством под категорией Б1. Третий вариант может при наличии у этого лица водительского удостоверения на право управления транспортным средством категории М. И четвертый вариант может во всех перечисленных случаях. Тут у нас может при наличии у этого лица водительского удостоверения на право управления транспортным средством категории А или под категорией А1. То есть вариант номер один. Номер один. Ага, приняли. Следующий вопрос. Эксплуатация автомобиля запрещается, если в верхней части ветрового стекла имеется прозрачная цветная пленка шириной более? Варианты ответов. 100 мм, 120 мм, 130 мм и 140 мм. Вариант 4. 140 мм. 140 мм. Хорошо принято. Следующий вопрос. При повороте направо вы? Вы? Варианты ответов. Первый. Имеете право проехать перекресток первым. Второе. Должны уступить дорогу только пешеходам. Третье. Должны уступить дорогу автомобилю с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, а также пешеходам. Вариант номер 3. Вариант номер 3. Номер 3. Приняли. Следующий вопрос. Выезжая с грунтовой дороги на перекресток, вы попадаете, варианты ответов, на главную дорогу, на равнозначную дорогу, поскольку отсутствуют знаки приоритета. Третий вариант. На равнозначную дорогу, поскольку проезжая часть имеет твердое покрытие перед перекрестком. На главную дорогу. Вариант номер 1. На главную дорогу. Принято. Следующий вопрос. При повороте направо вы должны уступить дорогу. Варианты ответов. Только велосипедисту. Второе. Только пешеходам. Третье. Пешеходам и велосипедисту. И четвертый вариант. Никому. Вариант 3. Пешеходам и велосипедисту. Принято. Следующий вопрос. Кто имеет преимущество в движении? Варианты ответов. Водитель легкового автомобиля или водитель грузового автомобиля? Водитель грузового автомобиля. Грузового автомобиля. Вариант номер 2. Принято. Следующий вопрос. Какие из указанных знаков используются для обозначения номера присвоенного дороги или маршруту? Варианты ответов только А, только Б, А и Б. Четвертый вариант. Все. Только А. Только А. Принято. Первый вариант. Следующий вопрос. Обязан ли водитель предоставить транспортное средство медицинским и фармацевтическим работникам для перевозки граждан в ближайшие лечебно-профилактические учреждения в случаях, угрожающих их жизни? Варианты ответов. Обязан. Второе. Обязан только при движении в попутном направлении. И третий вариант. Не обязан. 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 Вариант номер 1. Итак, это был последний вопрос. Вы ответили на все. Сейчас ответы проверит инструктор учебного центра «Автоэксперт» Дмитрий Винокуров. Здравствуйте, Кремен Семенович. Мы сегодня получили от вас ответы. И давайте теперь проверим, насколько вы правильно ответили. Так, на первый вопрос вы ответили абсолютно верно. Это прямо и направо. На второй вопрос вы также ответили верно. Это вариант номер 1. На третий вопрос вы также ответили абсолютно верно. Это четвертый ответ. 140 мм. На пятый вопрос при повороте направо вы, конечно же, должны уступить дорогу. Это третий ответ. Выезжая из грунтовой дороги на перекрестке, вы попадаете на главную дорогу. Да, вы на этот вопрос тоже ответили верно. При повороте направо вы должны уступить, тут тоже абсолютно ответили верно, конечно же, велосипедисту и пешеходу. Это третий вопрос, ответ. То есть, кто имеет преимущество в движении. Так как заправкой является это прилегающая территория, в соответствии это мы едем по дороге, конечно же, тут преимущество имеет грузовой автомобиль. Кто-то выезжает, тот должен уступить. Какие из указанных знаков используются для обозначения номера присвоенного дороге маршруту? На этот вопрос вы, к сожалению, ответили неверно. Тут два знака. Это знак А и Б. Ответ номер 3. Вы выбрали номер один же, да? А В – это просто километр, сколько осталось, либо сколько вы проехали, обозначает. Обязан для водителя предоставить транспортное средство медицинским и фармакологическим работникам для перевозки граждан в ближайшие лечебно-профилактические учреждения в случаях угрожающих их жизни. Да, водитель обязан предоставить свою машину и следовать пункт, медицинский пункт. Так, давайте итог. Вы ответили на 9 вопросов абсолютно верно, на 1 вопрос ошиблись. Это очень хороший результат, но все-таки надо еще чуть-чуть подтянуть. Хорошо, спасибо. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнали Симон. Субтитры сделал DimaTorzok